Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с народной куклой Куваткой. Кукла Куватка – это первая богиня, которую новорожденный ребенок встречает в своей жизни. Она защищает ребенка и его мать от злых духов. Амулет связан с древним славянским ритуалом, который известен как Кувада. Во многих европейских странах на Востоке, США, практиковался похожий ритуал. Рассказы о нем можно найти в истории Древней Греции, у басков и кельтов Испании. Многие этнографы отмечают, что слово Куватка имеет славянское происхождение. Кувякать переводится как плач. Последнее выражение неразрывно связано с новорожденным ребенком, так как это способ объявить о своем приходе в мир. Обряд Кувата проводится при рождении ребенка. Мужчина садится на корзину, как курица, и начинает ворковать, чтобы отвлечь злых духов от новорожденного младенца. Злым духом не справится со взрослым мужчиной, которого с рождения оберегали и защищали обряды. Когда обман раскрывается, разъяренные злодеи отчаянно пытаются найти более подходящую жертву и вселяются в кукол Кувадок и остаются там навсегда. После завершения ритуала Кувадок принято было сжигать, чтобы удалить всю ненависть, ревность, сглаз и болезни, которые стремились завладеть душой и телом ребенка. Постепенно этот обряд стал сходить на нет. Истоки обряда были утрачены, забыты, а куклы остались. Направленность их магического действия изменилась. Их стали вывешивать над колыбелью после крещения младенца. Но куклы по-прежнему защищали и оберегали ребенка от кузней злых духов. Существует несколько типов Кувадок. Тульская, среднерусская и вятская кукла. А сейчас предлагаем вам сделать среднерусскую Кувадку. Для работы я взяла ткань размером 12 на 24 сантиметра. И еще небольшой кусочек ткани размером 12 на 8 сантиметров. Нитки. Лучше взять красные, так как красный символ защиты, силы и энергии. И ножницы. Нитки можно обрывать, а можно и обрезать ножницами. Начинаем нашу куколку с рук. Берем кусочек ткани поменьше. Сгибаем края таким образом. Затем сгибаем ткань пополам. И сворачиваем ее. Получаем жгутик. Завязываем жгутик с одной и с другой стороны. Обрезаем лишние нитки. Ручки нашей куколки готовы. Затем берем второй кусочек ткани. Сгибаем его пополам. Таким образом намечаем середину. Разворачиваем. И загибаем края к центру. Затем сгибаем ткань пополам. Таким образом у нас получается ткань сложенная 4 раза. Полученный жгутик сгибаем пополам. Мысленно делим наш жгутик на 3 части. Берем нитку и обматываем верхнюю часть. И завязываем. Таким образом формируем голову куклы. Затем разворачиваем ткань и прокладываем в серединку ручки куклы. Далее нам нужно сделать с вами обережный крест. Для этого мы направляем нить по диагонали от головы под руки. Дальше обматываем куклу по талии. И затем выводим нить по второй диагонали к голове. Так повторяем 3 раза. Затем завязываем нить. И обрезаем концы. Наша куколка готова. Можно ее украсить, нарядить. Например, сделаем куколке фартук. Для этого возьмем небольшую полоску ткани и кладем ее на голову куклы. Нижний конец на талии. Стороной изнаночной вверх. По талии перевязываем нашу куколку. Обрезаем нитки. Затем отгибаем фартук вниз. Также можно надеть куколке на голову платочек. Или сделать ей бусы. Все на ваше усмотрение. Продолжение следует...